Привет, ребята! Новый день, новый влог. Мы со Славой, с моим любимым мужем, и с нашей милой Пёксель-Мёксель. Едем на дачу. Едем на дачу к моей маме, буквально на денёчек, а на следующие выходные, на следующей неделе поедем уже к нам на дачу. Как раз мы там давненько не были, заодно узнаем, сколько нагорело. Да, Вивочка? Ну как ты, будущий отец? Кто-то писал в комментариях, что типа Слава в любой ситуации, типа, зубы показывает и смайлик такой улыбки. Давайте начнем с того, какой сегодня день. Сегодня 11 февраля. Дорога нам предстоит долгая, 2 часа аж целых. Даже больше мы будем ехать, потому что наверняка мы куда-нибудь еще заедем по пути, как это обычно бывает. Ребята, хочу вам показать примерку. Я заказывала себе вещи от бренда Joy Law. В основном это какие-то платья, наряды, которые я смогу сейчас носить в беременность. Заказывала размеры побольше, понятное дело. Я сейчас вам все примерю, покажу. У них очень большой выбор вещей, и самое главное, что это российский бренд, который никуда с рынка не уйдет, так что можно не волноваться. Итак, первое, что я вам покажу, вот такое платье. Все артикулы буду тоже указывать, качество, составы тоже все вот это укажу. Вот это платье, оно мне сейчас великовато, ну прям есть ощущение того, что оно мне велико, но вот увидите, ближе к лету как раз будет то, что нужно. Потому что здесь есть буквально, вот я не знаю, видите, вы понимаете, сколько это. Сейчас мне в нем безумно комфортно, легко, и да, конечно, ну немножко великовато, вот, вот настолько. Но я брала так немножко на вырос, поскольку живот растет. Можно вот так вот завернуть рукава. У бренда Joelo собственное производство, и у них просто обалденное качество. Я думаю, что видно, что за материал такой мягенький, прям приятненький, прям скользит. На мне размер М, понятное дело, была бы эта эска, это было бы что-то вот такое. Я не стала рисковать заказывать эску, хотя, кстати, у них там огромная сетка размеров, так что я уверена, каждый найдет что-то с себя по душе. Но М-ка на мне вот так вот сейчас на 20-й неделе беременности, почти 21-й. Обалденно! Конечно, это одежда не для беременных, но идеально подходит, очень комфортно. И то, что здесь вот так вот все легко, знаете, нет натяга, прям есть четкое ощущение, что прям можно до самого конца ходить. Так, ребята, зацените, какое платье, ну это просто вау! Очень классное платье, я, конечно, с беременностью, мне кажется, стала более рискованной. Так захотелось чего-то такого прям девчачьего платья, такие прям лейди. Очень красивое платье, я его тоже заказала в размере М, и не зря, потому что здесь уже более, ну как бы, плотный материал, потому что и фасон другой, я думаю, что вы видите. Хотя тут все равно ткань тянется, поэтому еще есть место. Я это платье еще брала с мыслями о том, что можно будет в нем сделать какую-то классную фотосессию. Мне кажется, в лед. Я на самом деле безумно в восторге от их качества, потому что ткани не линяют, не теряют свой первоначальный вид после стиров, и это не может не радовать, конечно. Чем еще меня зацепил этот бренд, что у них такая модная база, то есть вещи, которые живут, мне кажется, всю жизнь, и выходят из моды, и всегда пригодятся на любой случай жизни, и в гардеробе всегда будут актуальными. Вот это платье даже, мне кажется, такое будет актуально всегда. Обратите внимание, у них там есть разных цветов модели, так что каждый найдет что-то себе по вкусу. Вот такое худи, отличный вариант на каждый день. Мне кажется, в таком худи даже не видно, что я беременная, так что девчонки, это скрывает. Отличный вариант. Есть, конечно же, капюшон. И еще что мне понравилось, что на маркетплейсе огромное количество положительных отзывов. Худи, я думаю, должен быть у каждого в гардеробе, особенно черные, мне кажется, это просто, как знаете, черное платье у каждой девочки должно быть, вот так же, мне кажется, такое худи. Так что вот, напишите, что вам понравилось больше всего. Мне кажется, что красное платье вообще бомба, разрыв. Из удобного на сейчас это, понятно, худи, а из того, что будет удобно ближе к лету, это, конечно, черное платье. Я оставила, кстати, ссылки в описании, так что, кому захочется что-то себе тоже такое взять, то переходите. Сегодня 18 недель и 5 дней моей прегнанс. Так вот, девочка-нумеролог сказала мне, что мне очень хорошо ходить в бассейн. Вообще, все, что связано с водой, мне очень хорошо. Ну, типа ванну, еще что-то, но ванну я не люблю. Муж водный знак. Ребенок будет водный знак. Это все мне очень хорошо. Доверять мне очень важно, особенно мужчинам. А у меня с этим всегда были проблемы, хотя сейчас я могу сказать, что в этих отношениях с моим любимым мужем я этот момент проработала, но не сразу. Плюс ко всему, когда есть какой-то не очень удачный опыт предыдущих каких-то отношений, да, когда может быть молодой человек где-то там, что-то там. Я не говорю не про конкретно предыдущие отношения, а даже те, которые там в 14 лет у меня там был парень, например. Понятно, это не какие-то серьезные отношения были, но я просто к тому, что доверие мужчинам это такой вот момент, я думаю, многих девчонок. Так вот, и у меня по нумерологии очень важно, например, доверять мужчинам. Понятно, не все, типа, знаешь, дядя какой-то на улице. Девочка, пойдем конфетку покажу. Я такая, пойдем. Ой, ты представляешь, сколько всего нам нужно будет рассказать нашему ребенку, что нельзя с незнакомыми общаться. Вот это все то, что нам родители тоже рассказывали, что если какой-то дядя подходит и говорит, пойдем покажу тебе милую собачку в каком-нибудь автобусе. Это, конечно, не смешно, это ужасно страшно, но вот так вот если сказать, что, конечно, блин, надо следить с детьми. Вот я не представляю, какой возраст должен быть у ребенка, чтобы он спокойно пошел вниз, например, играть во дворе. Это прям не знаю даже, сколько лет ребенка должно быть. Лет 12 точно, если не больше, да? Ну, короче, не знаю, конечно, что уж загадывать, но просто, знаешь, бывает... Ярика вообще, ну, типа, как мы сюда переехали, не пускали гулять одного. Это я, когда был маленький, гулял один в патехе. Хотя нас пугали тоже цыганами, да. Да, типа, и я так думаю, там кого-то реально воровали, ну, типа, ужасные вещи, особенно в маленьких деревнях, городах, не очень благоприятно. Воруют детей стопудово. Ну, меня просто отпускали, это было тогда такое время, типа, вроде как, ну, надо было каждый час там контролироваться, там, знаешь, типа, подходить к окну, говорит, мам, все хорошо, типа, я жив-здоров, меня цыгане не забыли. Ну да, показаться прийти. Да. Вот он я. Да, но вот у Ярика такого уже не было, то есть он переехал в Москву сюда, мы когда переехали... Ему 11 лет было где-то, или, да, нет, даже меньше, это мы познакомились, когда ему было 11 лет. Да, и его, ну, он один не мог выйти. Ну, маленький был, конечно, куда-то что. Помню, гуляли вообще, там, плоты какие-то делали, по болотам шастали, по горам, вот по таким гаражам, короче, это, прыгали из гаражей, ой, что-то не делали. Да. Это запрещено, не делайте так. Да, не делайте, но я хочу сказать, что, например, я вот вспоминаю... В каком же классе я, блин, была? Короче, я просто помню, что мы с одноклассниками прогуливали какой-нибудь первый урок типа технологии, потому что на технологии у нас вообще... Вот в музыкальной школе, где я училась, у нас был классный вот урок технологии. Девочки что-то вышивали, еще что-то. Ну, готовить мы не успели, я уже ушла со школы, не знаю, готовили там, музыкалки нет, но там была реально классная технология. Мальчики там что-то строили, чинили, не знаю. А в моей школе, в которой я доучивалась и училась, в принципе, до 11 класса, вот это вот все там с 4, там технология была, ну, как бы вам так сказать, типа сидишь на технологии, проверяешь, проверяешь, как ты готов к домашнему, ну, домашнее задание подготовила к урокам. Ну, короче, такая вообще полнейшая фигня, и в более старших классах мы либо спали дома вообще, не шли на этот урок, и все как будто бы понимали, что это не то чтобы ок, но, типа, всем было пофиг вообще. Я говорю даже не про учителей, а вообще, в принципе, и детям, и родителям было пофиг, потому что все понимали, что это, ну, как бы это не предмет в школе конкретно нашей был, а какая-то, ну, какое-то просто время посидеть. И обычно бывало еще такое, когда если родитель, например, не разрешит дома поспать, проспать технологию, то можно было пойти где-то погулять, и вот мы тоже ходили, я помню, у нас всякие заброшки, у нас на райончике как раз, и мы там ходили, что-то и фоткались, и херней какой-то страдали, а потом какой-то один мальчик, я в тот раз не была на заброшке, не знаю, где я была, либо дома спала, либо еще что-то, короче, один мальчик что-то упал там со второго этажа, руку себе сломал, ну, короче, это к тому, что, конечно, весело прогулять уроки бывает. Особенно скучные, но все равно опасно, вот, поэтому, как бы, эта история, она с невеселым концом. Так что, по сути, все равно отпускай, не отпускай, ну, хотя все равно в школу, считай, я одна ходила, но это уже, я не знаю, это уже нормально мне было лет, это уже класс девяти, наверное, восьмой. Сколько у меня, блин, было лет? Не помню такого, что прям жестко не отпускали, меня, в принципе, родители отпускали. Просто я всегда была на телефоне, всегда отвечала, то есть не было такого, знаете, как очень часто бывает, что дети долго не подходят к телефону, либо беззвучные, ну, то есть вот такое. И родители, понятное дело, сходят с ума, уже все ужасные себе сценарии представляют. До меня всегда можно было дозвониться, и я считаю, что это вот самое главное. Типа, что если родитель отпустил, то тогда договорились, что до тебя можно будет дозвониться. Постоянно натыкаюсь на какие-то психологические штучки, типа детский психолог рассказывает, как надо, как не надо, чтобы у ребенка не было каких-то травм, или чтобы ребенок, значит, был такой классный, такой прикольный, сам все за собой убирал, и вообще такой весь развитый не по годам. И, типа, знаете, наткнулась на такую вещь, что, например, когда появляется второй ребенок, старшему, ну, первому ребенку нельзя говорить постоянно, что ты старший, ты старший, что ты теперь не такой малыш, то есть ты теперь старший. Ну, то есть как будто бы на ребенка это может повлиять так, что ему как будто бы скажут, что ты больше не можешь быть ребенком и наслаждаться детством. И я такая думаю, да, это, конечно, интересно, но вот в мое время, да, в наше время вообще такого понятия даже не было, что, ну, типа, всю жизнь меня называли все старшей сестрой, я всегда была старшей, и при этом я не чувствовала, что у меня отняли какое-то детство. Короче, ребят, я думаю, что я не совсем правильно поняла вот этот момент про то, что ты старший, ты старший, потому что я думала, что это имеется в виду, когда ты просто ребенку говоришь, что все, теперь ты старший, значит, ты теперь должен быть там более ответственным, что, значит, теперь ты должен за чем-то там следить, за там младшим своим братом-сестрой следить. Но на самом деле, конечно, вся эта тема более такая глубокая, да, чем мне показалось на первый момент, и я, если честно, даже не задумалась о том, что на самом деле очень много историй, когда рождается, там, ребенок второй, да, и старшего ребенка заставляют и говорят, что ты должна помогать, там, или должен, теперь сиди с ребенком, следи за братом. У меня такого, конечно, не было, но вот одна девочка в Телеграм написала свою историю, что на нее просто переложили, грубо говоря, задачу воспитания, обучения, хотя она сама еще ребенок, и на тот момент ей вообще было 9-15 лет, и до 16 она вообще и не гуляла, и не тусовалась со сверстниками, и у нее не было своего личного времяпрепровождения, потому что постоянно нужно было сидеть с братом, делать уроки, забирать из садика, потом отводить в школу, кормить, поить и так далее. Конечно, это очень неправильно, и вот в данной ситуации, да, вот данная история показывает о том, что ни в коем случае родители, которые, там, задумываются о втором ребенке, не должны перекладывать какое-то воспитание, ответственность на старшего ребенка. Если уж вы идете за вторым ребенком, то вы должны понимать, что это такой же ребенок, как и первый ребенок, и ответственность лежит полностью на вас. Со Славой тоже размышляли по поводу того, что столько нюансов в плане воспитания, хочется воспитать достойного человека, конечно же, понятное дело, и как бы так, не совершить никаких ошибок, не сделать так, чтобы у ребенка были какие-то травмы, еще что-то, ну, типа, знаете, это же все такой тонкий момент, у всех своя там какая-то психика, восприятие мира и всего вокруг. И потом вот так вот сидишь и думаешь, типа, блин, нас родители как-то воспитали в более вообще сложные времена, когда вообще не было такого понятия, что вот это не надо, это надо делать так, ну, типа, просто воспитывали, как чувствовали. Типа, просто будь хорошим человеком. Ну, я думаю, это правильно, конечно, что нужно воспитывать не ребенка, а себя, потому что ребенок все считывает с родителя. И, грубо говоря, если родитель творит какую-то дичь, не знаю, уходит, ругается матом, там, еще что-то, ну, вот какие-то такие вещи, то потом не надо удивляться, типа, то, что мой ребенок тоже так делает, типа, ты где такому нахватался? Понимаю, что всякое бывает, может выскочить еще что-то, или просто, грубо говоря, думаешь, что ребенок не слышит, а он услышал, но для меня это прям, я просто бывала в компаниях, где есть ребенок, где включали музыку, где есть прям жесткие, откровенные маты, какие-то пошлости, и для меня это было такой, типа, трэш. И я понимаю, что это как бы не мой ребенок, мне пофиг, как там люди его воспитывают, еще что-то, это не мое дело, но я просто понимаю, что я не хочу такого. Я не хочу при ребенке ругаться матом, не хочу и не буду позволять кому-то ругаться при ребенке матом, по крайней мере стараться, то, что, понятное дело, иногда где-то может выскочить, или ребенок услышит, это неизбежно, ну, как бы такое может быть, но вот так вот, знаешь, откровенно, спокойно сидеть при ребенке, разговаривать с какими-то там матными словами. Не, ну, это я тоже поддерживаю, в принципе. И музыку включать такую же тоже. А мы не слушаем с тобой матную музыку. Не, это да, но, знаешь, всяко бывает. У нас в этом вопросе вообще проблем никаких. Это да, ну, ты же понимаешь, сейчас столько разной музыки, где обязательно хоть кто-нибудь, кого-то назовет какой-нибудь сучкой, там. Не, ну, если переживать за то, что, ну, ребенок в обществе услышит, это вообще можно так сойти с ума. Услышит 100%, это как, знаешь, про половое воспитание какое-то. Что будет спрашивать, в любом случае, мне кажется, просто от этого не отгородить полностью вот так. Но, знаешь, мне кажется, что нельзя ребенку говорить, что, например, вот это означает что-то такое, ну, не говори это, то есть, мне кажется, нужно говорить ребенку правду. Вот как был этот фильм про то ли каникулы, то ли мы Миллеры. Помнишь, он спросил что-то у отца, что такое Анилингус? Да, да, да. И отец ему сказал, что это очень хорошее, это, типа, когда папа целует что-то сына, маму, что-то, типа, очень доброе, хорошее, типа, ну, так не надо говорить, типа, это только между... И он потом с девчонкой такой, хочешь, типа, сделать это? Да, и он потом с девчонкой это посудил, типа, хочешь, я тебе сделаю это? Ну, короче, я думаю, что очень важно ребенку, ну, я, правда, не знаю, как объяснить, если ребенок такой, а что такое Анилингус? И ты такой, ну, ну, слушай, мне мама говорила, если я такой спрашивал, она говорит, ну, типа, давай чуть-чуть подрастешь, и я тебе расскажу, типа, вот так, то есть она мне не говорила, и не врала при этом, то есть, знаешь, типа, есть такая... Ну, а тебя это устраивало? Просто меня, как ребенка бы это не устраивало, я бы пошла поднимать архивы, узнавать вообще, что это такое. Ну, наверное, да, но потом... Потому что все дети разные. Ну, потом, как происходит-то? Ты в итоге встречаешься с одноклассником и спрашиваешь, слушай, а ты знаешь, что такое Анилингус? И он тебе говорит, да, я знаю, и рассказывает, вот тебе и все. И тебе, как бы, родитель вроде как ушел от этой темы, а ребенок все-таки узнал, и все вроде как нормально. Я не знаю, я думаю, что каждого родителя и будущего родителя, ну, понятно, задумываться об этом сейчас, конечно, рано, но я всю жизнь об этом задумываюсь, типа, вот придет к нам ребенок и такой спросит, а что такое там секс, и ведь ему как-то надо объяснить. Я видела, один психолог говорила, что нужно до 7 лет, короче, до момента, как ребенок пойдет в школу, если он спросит, что такое, типа, секс или откуда берутся дети, ему нужно реально прям взять и рассказать, что там твой папа, вот папа, мужчина, например, берет свой бэнэс, вставляет в бэнэс... Ты так рассказываешь, удивительно, прям захлеб. Короче, я не знаю, но, типа, психолог говорит, что нужно, чтобы это... лучше, чтобы это рассказали родители, потому что, когда ребенок придет в школу аж в первый класс, ему об этом там расскажут сверстники еще что-то, и это 100% правда, потому что я помню, что в школе до третьего или даже второго класса кто-то из одноклассников, мальчиков показывал нам всякие видео для взрослых на своем телефоне. То есть я, будучи совсем ребенком, знала, что это такое, но в чем суть, что... В чем плюсы, чтобы это рассказал родитель, чтобы ребенок, типа, не стеснялся таких вещей обсудить, например, это с родителем, потому что очень многие люди, да, нашего возраста даже, они стесняются обсуждать такие вещи, даже вот девочка стесняется обсудить такое с мамой, потому что отношения, может, не те, или просто характер такой. Я никогда не стеснялась такие вещи обсуждать с мамой, спросить что-то у мамы, то, что вот, вот это... То есть просто какие-то интимные вопросы меня никогда не смущали. Хотя я не помню, чтобы мне мама прям рассказывала какие-то вот такие откровенности, типа, то, что вот мужчина берет... Я уверена, что есть какие-то мультики для детей, короткие такие видео, в которых все классно рассказывают детишкам, чтобы они не офигели. Ну, что, там в Европе секс-эдюкейшн, типа, сам у садика идет уже. Это такое, я не знаю, если честно, хорошо это или плохо. Слушай, ну, по крайней мере, вот я еще смотрела, что очень важно объяснять ребенку, неважно, девочка, мальчик, что твое тело... Твое дело. Твое дело, что твое тело может, грубо говоря, там трогать, что-то видеть, там только мама в духе. Короче, я не знаю, это сложно, но я думаю, что ребенку важно объяснить, что никто чужой не может прикасаться. Это важно, потому что мало ли ребенок думает, что, типа, ну вот, мы все одинаковые, мы все человечки, типа, что нет, можно всем делиться, у нас у всех все... Ну, короче, я не знаю. Я уверена, что такие вещи важно объяснять ребенку, как только он начинает что-то понимать и так далее, и так далее. Но это сложно, это очень сложно, но есть важные моменты в плане воспитания. Даже не то, что в плане воспитания, а в плане того, чтобы ребенку дать понять, что, например, вот это ненормально, а это нормально. Что если кто-то попросил тебя там показать, не знаю, снять трусики, посмотреть что-то, это не надо делать. Типа, никто не имеет права у тебя такого спрашивать, просить, там еще что-то. Ну, то есть, блин. Я уверена, в комментариях вы согласитесь, что это очень важно. Вот, но по поводу маты, честно, я все равно поражаюсь. Я понимаю, что ребенок все равно услышит, что он все равно потом узнает, и так далее, и так далее. Либо какой-то там в школе будет обязательно мальчик, либо, не знаю, во дворе какой-нибудь мальчик или девочка, который жутко матершинный, и еще что-то. Да, почему ты только про мальчиков говоришь? Девочки тоже бывают противные. Девочки бывают, да, вообще. Такие прям, как хулиганки. Просто у меня конкретно в детстве вышло так, что я общалась больше... Меня она даже ударила в детстве. Я тоже один раз, кстати, ударила мальчиком, причем прям между ногами. Я на нее настучал ее мамке, она мне потом из-за жизни сына, и сейчас вспоминает об этом. Я один раз ударила мальчика в школе тоже. Я не помню, что он сделал, но он кого-то обидел из... Кого-то он обидел. Не меня. Не, я никого не обижал. Причем не меня, а кого-то этот мальчик обидел. Я никого в школе не обижал, и я был просто, ну, хорошим. Просто вот я всю жизнь общалась как-то больше с мальчиками. У меня больше было, типа, парней в друзьях. Мальчик тоже был. И вот, мне кажется, он больше всего научил меня поддерживать там какие-то слова. И выигры какие-то там компьютерные, то все тоже от него пошло. Но вот я чего хотела сказать, что, честно, я ей-богу, я понимаю, когда может быть такое, что ты случайно при ребенке выругнулся, пока с кем-то что-то обсуждал или не знаю. Вот такое я представляю. Да, бывает. Хотя, например, мой дедушка, царствие небесное, он никогда при мне и вообще при детях, он никогда матом не ругался. И от своего дедушки ни разу за всю жизнь не услышала матное слово, именно чтобы он сказал при мне. Один или два раза я слышала, когда я, типа, спускалась со второго этажа, он с кем-то по телефону говорил, и что-то там такое было. Но вот так вот, чтобы он при мне сказал, и то я уже взрослая была, чтобы он при мне сказал что-то такое, ну, вот прям матное-матное, ни разу в жизни. Я не понимаю все равно, когда люди при детях прям могут музыку включать с матными словами, либо спокойно разговаривать вот с матом. Ну, для меня это прям, типа, даже если твой ребенок знает эти матные слова, и уже несколько раз тебе их произносил, и говорит, что я знаю эти слова, и ты знаешь то, что он тоже все эти слова знает, потому что у него там в школе кто-то матерится, все равно для меня это неприемлемо, потому что когда ребенок знает, что кто-то там на улице матерится, еще у тебя и дома матерятся, то это вообще нормально становится, классной темой, почему бы и нет. Считаю, что даже если ребенок слышит где-то мат, дома все равно этого не должно быть, ну, то есть в семье. Так что вот так, такое у меня мнение, я уверена, что многие со мной согласятся. Так, ребят, я уверена, что вы задавались вопросом по поводу моего питания, кушаю ли я вкусные точки, фастфуд, и вообще все в этом духе. Ну, я понял, что ты вспомнила. Я, Славя, сейчас сказала, я вспомнила про тебя такое милое. Я вчера Славе сказала ночью, может, поедем во вкусные точки? Он такой, хочешь, давай. Я говорю, нет, типа, не надо, я лучше банан съем, кстати. Бананцы, где мои бананцы, я их забрала? Я с этими бананцами, как сумасшедшая городская, ношусь постоянно. И прикол в том, что Слава мне вчера сказал, что он, как он планировал, что он будет запрещать мне всякое такое, типа фастфуд, еще что-то, а в итоге он не может запрещать, да, Зай? И мне показалось это так мило. Вообще-то могу. Нет, ты можешь, но ты не запрещаешь, потому что ты смотришь на меня и думаешь, какая лапочка, хочу, чтобы она все, что хотела, получала, да? И могу, и не могу запрещать, понимаешь? Да. Вот что я понял. То есть вот так ударить по столу могу? Вот так любой может, да? Угу. Я так тебя люблю и так хочу, чтобы... Такими глазками говорю, ты хочешь мороженого? Так хочу, чтобы ты, ну... Радовалась. Довольная была. А я очень довольная. И Вива сейчас будет довольна, сейчас мы все будем довольны. Проголоднились, а что поделать? Конечно, я позволяю себе покушать фастфуд, когда мне хочется, но я стараюсь делать это очень редко, только в тех случаях, когда мы в машине, едем куда-то, и подразумевается то, что нам еще долго ехать, а хочется поесть именно, ну, знаете, вкусненького такого. Конечно, я не скажу, что я прям идеально питаю, знаете, как какая-то вообще просто самая идеальная беременяшка, но сегодня на завтрак я ела творог. Вот, он очень полезный. Ну что ж, мы почти доехали, осталось всего-то каких-то 7 минут. Вива, ты слышала? Ты придешь гулять через 7 минут. Тебе это о чем-то говорит? Ой, бедная Вивьена. Мы ее как только не называли. Вильво, Вивик, Випстер, Вепстер. Вивольт. Вивольт. Вивчик-Ливчик. Вивчанский. Вивчанский. Как еще? Мои любимые это Вильво. Типа Вильво. Типа Вильво. Типа Вильво. Типа Вильво. Бегин. Спойлер. Еще я ее Бубо называю. Бубо, потому что у нее на кухне написано типа Виво, но как будто английскими буквами. И читается как будто Бубо какая-то. Короче, да. Вивчик у нас прям подверженная кликухам. Мы ее, короче, булим. Да не, я думаю, ей прикольно. Она причем на все это отзывается, она знает, что это мне. Да, она знает, что Бубо это Виво, да. Бубо, особенно если с такой интонацией какой-нибудь. Ну вот. Бильво. Видите? Все, отвернись ее. Отвернись. Бубо. Все это к ней относится. Бивулик. Вот ты мой сладенький. Бубо и Бобо. Биба и Боба. Хорошая собачка. Хорошая. Тьфу на тебя. Тьфу на тебя. Сегодня у нас по плану чудный шашлык, который я очень давно не ела. Даже не знаю, как давно. Ну и наконец-таки мы доберемся до свежего, чистого воздуха. Потому что, конечно, в городе совсем не тот кислород, который нужен беременным. Но что поделать. Приходится нам в Москве больше времени находиться, поскольку работы много и так далее. Теперь нужно в два, в три раза больше работать. Ведь скоро появится новый член семьи, на которого будет уходить тоже знатное количество деньжат. Ребята, мы приехали, привезли продуктиков, заходили в магазин. Сейчас Юлочка все эти пакеты разберет. Что-то нам приготовит, да? Мама тут делает пельмени? Да. Долепливаю. Я уже все сделала. Уже все лежит в морозильке. Красота. Натерла капусту с морковкой. Самый простой салат и самый любимый. Почему на две кучки разделила? Потому что один буду есть я потом, а вот этот любит Юля. И вы сейчас такие типа, ага, Юля беременна, собирается жрать майонез, потом не говори, почему у тебя жаба стала огромной. Но на самом деле я вообще редко ем салаты с майонезом. Но вот этот салат не хочу есть с маслом, а давно его не ела, поэтому лучше съем его с мазиком. Чинь, что будь тягатков побольше, будешь есть с маслом. Ну я другой ем с маслом, огурцы, помидоры, поэтому очень страшно. Вот, еще я сюда в этот салат с мазиком добавляю огурчик, но Юля не любит. Поэтому и посолить нужно. И поперчить. Да, поперчить немножко тоже нужно. Вы знаете, этот салат классный. Тут для себя недавно открыла, что нужно обязательно салат есть каждый день. Да, не только каждый день, а еще и в завтрак, и в обед, и вечером. Ну хотя бы два раза в день, я думаю. Любые, да, вот эти вот овощи, овощные салаты, клетчатка. В общем, очень надо взять, допустим, свою еду, там тот же обед, разделить на пополам ту порцию, которую ты будешь кушать. И в ту половинку, которую ты отодвигаешь, вместо нее заменяешь полностью овощами. А я сейчас буду делать свой салат любимый, называется из столовки школьной. Хотя сейчас кормят ужасно в школах. Когда я была ученицей маленькой, в школе училась, нас кормили все-таки хорошо. До сих пор я вспоминаю, какие-то были там салатики. Я даже не знаю, чем сейчас в школе кормят. Сейчас уже, ну спроси у Саши, их либо кормят какими-то пельменями, либо какими-то наггетсами, либо пиццей. В общем, какой-то ужас. Не, ну пиццы, булочки, это все понятно всегда было. Как бы на перекус можешь купить сам себе там в столовке. Но там первое какое-то... Нет, им даже не дают первое, я тебе клянусь. Вот я сама в шоке, потому что ну как детям не давать, допустим, у них 7 уроков, да? Как можно не давать первое? Ну его в принципе в наличии там нет. Да. Так, смотрите, это мой салатик. Ну просто он будет с маслом, но его можно будет потом еще и завтра поесть, и послезавтра. Вот чем мне еще нравится салат вот этот с майонезом, что его классно и на следующий день. То есть огурцы, помидоры, салат с маслом я никогда на следующий день не смогу есть. Короче, берем сахар немножко, вот так сахару чуть-чуть. Думаю, хватит. Ну соль, понятное дело. Соль тоже должна быть. Самое главное сейчас. Масло, да? Нет. И масло. Круто. Да. Знаешь, что я помню, ты мне про уксус говорила? Особенно, когда маленькие дети в доме, что если воспользовался уксусом, сразу его убирать туда, вот откуда взял, грубо говоря, на верхней полке. Я всегда так делаю, да, я просто сейчас хочу попробовать, может, у меня недостаточно, и добавлю. Ты мне это давно еще рассказывала. Я всегда так делаю, вот прям с тех времен, когда вы были маленькие, с Гошей, я сразу убирала уксус моментально, потому что было в то время очень много страшных историй, когда забывали родители убрать уксус. Малыш подходил, брал, потому что водичка, да, ужасно. Я так стряслась всегда, просто вот, допустим, добавила уксус, да, и сразу его поставила вместо. Да, так что, ребятки, там, мамочки. Уксуса достаточно, потом его убираем. Запомните. У меня сюда стоит, это на самом верху. Вот такой получается салатик, сейчас мы сюда добавим масло, и это будет просто, наверное, вкусно. Выглядит прикольно. Особенно в сочетании с... Кстати, кто-то любит ароматное добавлять, а я вот не очень люблю такой салат ароматный. Ты вообще, кстати, сейчас добавляешь этот, не оливковое, а подсолнечное. Подсолнечное, обычное. Да любое можно, господи, кому как нравится. А я вот не знаю, я вот люблю больше салат оливковое. Тебе пофиг, или... Я не очень, честно, я вообще само оливковое масло не очень люблю. Ммм, оно очень полезное. Я знаю. Как говорится, оно вкусно. Вообще, у меня после коронавируса у меня так вкусы поменялись. Да? Да, и в еде, и вообще. Мне кажется, я летом переела зелень, потому что я каждый день ела салат с... О, господи, с петрушкой, с укропом, огурцем и помидором. Вот как ты делала с майонезом, правда, я его ела с майонезом, ты сразу не молодец. Не, 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 зелень нужно кушать обязательно. Как можно больше зелени надо кушать. Я переела эту зелень. Вот, видишь, какой салатик получился? Во-первых, с зеленюшечкой, с лучком зелененьким. Капусточка, морковочка, чуть-чуть сахарку, соли и уксуса. Получается, столовая ложечка у меня сюда ушла. Ну, можно было, кстати, даже и поменьше положить. Просто здесь салата не так много. Вот, и, соответственно, масло любое. Можешь масла побольше подлить, может? Не-не, сейчас вообще идеально. Он сейчас настоится. Маленькую переложим. Я его могу прям весить за один раз. Да, вообще, я тоже люблю такие салаты. Они такие легкие, воздушные. А ты просто попробуй. А мне можно уксус? Господи, ну. Я еще там уксуса, что ли, много. Я не знаю. Попробуй. А то сейчас ребенок там такой, типа, что? Вкусно? Ну, как сказать. Таким прям летом каким-то попахивает. Ну, вот он еще, когда сейчас настоится, он еще вкуснее будет. Липс. Ну, я только вот это с майонезом хочу. А огурцы и помидоры сама не могу с майонезом. Переела я за лето. Вива, пойдем сюда. Мы вышли на улицу, чтобы развести мангал. И хотелось бы вам показать, что прям зима. Просто вспомните видео из Москвы, которое я вам показываю. Там вообще ни снега, нифига. Никакой зимы. А тут натуральный зима, да, Вив? Так что быстро гуляй. И к маме в этот, в сумку. О, Китя. А делать эту картошку? Ну, что она? А если нет, то что было на гарнир? Нет, у меня есть картошка. Просто она у меня в том доме. Там прохладно, но там лежит не знаешь. Ну, гарнир же надо какой-то. Ну, сейчас тогда за ней сходим. Вот это я понимаю. Атмосфера. Ну, режу лук. А что на сталат? Такой. А-ля грузинка. Правда, я еще люблю немножко лучок смочить уксусом, но из-за тебя не буду. Короче, не заморачивайся. Можно даже, кстати, покрупнее, но... Не, ну, тут огурец не маленький, поэтому нормальный. У этих огурцов шкурка не горькая, поэтому я не буду. Я вообще никогда не снимаю. Не, я обычно снимаю, но у этих... Это так странно. Я вчера делала уже такой салат. Пробовала на маню. Почему ты снимаешь шкурку? Ой, я не знаю. Ну, от меня... Типа горькая. Мне кажется, это просто какая-то привычка. Я даже не знаю, чтобы я ела огурцы в последние недостатки лет, чтобы была, ну, горькая именно вот эта штука. Мне кажется, ты просто привыкла со всего шкуры с ними. Слушай, кто-то сейчас после коронавируса даже огурцы не может есть. Да. Не, у меня, слава богу, этого нет. Я нормально к огурцам отношусь. Угу. Но вкусы все равно поменялись. У нас красный перчик. О-о-о! Так, это не острый. Ты чего? Да ладно. Это обычный перчик. Я, кстати, очень люблю вот этот сорт. У меня даже в этом году вырос вот этот сорт в парнике. Эх, а я не смогу этой весной в огороде копошиться. Ну, не переживай. Это временно. Мы даже газоном все засели. Ну, Вовка, чтобы я ничего не сажала. Ну, я начинаю... Сразу у меня цветники начинают вырастать везде. В газон тоже можно что-нибудь посадить. Мы тоже начали газон выращивать, потом туда в итоге три туи вкопали, потом можжевельник, потом аж туда через время, когда у нас уже там весь газон вырос, перетащили гортензию. Как же она там поживает, моя гортензия? Сейчас она, конечно, выглядит как Кощей, бессмертная, голенькая, вся страшная. Слушай, я в этом году даже не стала на зиму туи закрывать. Только их, ну, подвергали вот большие. Да, мне все, кстати, писали, что даже в всяких магазинчиках типа Лера продаются специальные какие-то колпачки для них. Да, у меня такие есть. В прошлом году все накрывали, и почему-то они у меня очень сильно долго болели. Не знаю почему, я их прям пол лета пыталась. Может, запрели? Ну, не знаю, может, я, короче, вот у меня соседка сказала, что она вообще не накрывает их на зиму, и прекрасно они у нее зимуют. Я в этом году решила последовать ее совету и не стала накрывать туи. Ну, короче. Я тоже именно поэтому их не стала накрывать. Ну, я их завязала осенью еще, потом вот сейчас зимой приезжали, я их еще подвязала. Так что не знаю, посмотрим уж. Ну, мне кажется, сейчас уже такого снегопада нет, как был. Да, еще в нити может быть. Ну, помидоры такие крупные, конечно. В смысле? Ну, они мелкие. Ну, это не черри, они не мелкие. Они не мелкие по сравнению с огромным помидором. Все так, конечно, по-разному делают. Ты все-таки более крупные предпочитаешь, да, нарезанные? Ты понимаешь, вот этот салат я делаю всегда крупные. Если просто другой салат с помидорами, с огурцами, я помельче делаю. Но это же мы делаем а-ля грузинский. А мы вот со Славой даже иногда ругаемся из-за того, как он режет салат. Потому что он его режет так, как будто бы я не знаю для кого, для ребенка или для беззубого человека. А, то есть вам нравятся мелкие, да? Мне так не нравится, наоборот. Я говорю, что у меня... Он так режет этот, господи, огурец. Огурец, кусочки огурца получаются такого же размера, как кусочки лука. Просто белого лука. Я говорю, что я не понимаю, у меня в ложке столько же лука, сколько огурца оказывается. Я говорю, я не могу. Типа, это очень мелкое. Не знаю, когда в ресторан приходишь, допустим... Там всегда крупно, кстати. Там где-то выходили... Мне кажется, чем дороже ресторан, тем крупнее там нарезано. Так, зелень сейчас, конечно, такая вообще. Одни ножки зелени. Но я ножки не выбрасываю. Я их обычно суп в бульон варю, да, и добавляю потом в бульон. Да, прикольный лайфхак. Ну, а что, бульончик вкусненький такой сразу становится. Вот у нас только зелени. Нужно было бы еще зелени положить. Побольше. И режем. А на улице прям сегодня такой зима-зима прям. Смотрите, какая красота получается. Ой, а запах какой. Я вам передать не могу. Зеленью пахнет. Лучком. Да, выглядит красиво, конечно. Прелесть просто. Лучной витамин. Да, вот я говорю, если еще лучок сбрызнуть уксусом, просто из-за Юлечки я не стала этого делать, то прям салатик еще будет такой пикантный. Ой, прелесть. Тоже, опять же, заправляю маслом. Кто каким хочет. Кому какое нравится. Ну, соль, пиз. Не, ну такой салат вообще майонезом преступление. Да, ну ни в коем случае. Ты что? Я сто лет шашлык с ней ела. С мамой потом для вас снимем обязательно видео какое-нибудь классное, да? Про всякие роды, беременности. Теперь это можно обсуждать открыто. У мамы богатый опыт. Ой, да. Троих родила. Мой любимый вопрос, который я маме практически, мне кажется, чуть ли не каждый день подаю. Типа, сколько она набрала со мной, с моими братьями? Расскажи, сколько ты со мной набрала? Ой, с тобой я была худенькая. Сколько ты весила? Я была рожать, весила 62 килограмма. Хоть я весила 50 килограмм. В начале ты входила? 52 килограмма, я не помню. Короче, понятно, грубо говоря, 11-12 килограмм ты набрала, да? Ну да. С Гошей набрала чуть побольше. С Гошей я пошла рожать 65 килограмм. А с Сашей? Ой, я пошла 75. Короче, по нарастающим. Не, ну на самом деле, с Сашей я уже 34 года мне было. Ну, уже все равно организм не так работает, конечно, как даже в 25. Конечно, это не понятно, еще норм, все такое. Но в любом случае, я думаю, все-таки от возраста многое зависит. Да, да, да. Лучше рожать по молодости. Проще похудеть. Ну, не типа в 16 лет сейчас. Да не, не, не. Сейчас кто-то подумает. О! Не, просто чем старше, тем, ну, нет. Сложнее, метаболизм хуже. Это знаешь чего? Это нужно очень тщательно к этому готовиться. И вообще, вот я, например, смотрела, да, вот Оля Орлова. Да. И она шикарно просто выглядит. И, ну, как бы так перенести беременность. Я, конечно, не знаю всех подробностей о беременности, но она молодец, конечно. Вот мы обсуждали с мамой сейчас Ханну, которая пошла рожать, как будто бы она и не беременна вообще. И это удивительно. У нее даже лицо было такое неотекшее, и нос такой был. Ну, короче, все прям вот как будто она и не на последнем том сроке была. Не знаю, для меня это удивительно, потому что вот сколько я не видела беременных, на последнем сроке уже перед родами у всех расплывается нос, губы, у всех, кого я видела, отекает. Отекает, да, всегда губы, нос. Ну, да. И не только лицо, еще и ноги отекают. Не, ну, это все понятно, что как бы все, ну, просто вот по лицу особенно. И вообще мне говорили. С Гошей у меня был большой живот, но я сама много не набрала, просто живот был большой, да. А с тобой у меня был очень маленький живот, когда я тебя носила. Очень маленький. И даже никто не знал, что я беременная, еще так пришлось на осень и на зиму. И я ходила там, ну, пальто, потом там, не помню. Да, ну, то есть у тебя большой живот на зиму, на осень. И никто не видел, да, особо. Потом я кто-то во дворе видел с коляской, говорю, откуда у тебя ребенок в югаре. Я говорю, я родила. То есть никто не видел, что я, в принципе, беременная ходила, Юли. А с Гошей, нет, с Гошей я ходила летом. Я его родила в сентябре, поэтому у меня все лето был такой большой живот. И это все видели, конечно же. И живот был просто сам очень большой. Но, опять же, набрала я немного, я считаю, всего 65 килограмм весело. Это сколько? Ты килограмм 15 набрала с Гошей? Да нет, меньше. Меньше? Ну, я не знаю, я не помню. Но если со мной 11 где-то, там, 12. Я просто не помню изначально, сколько я весила. Может, 50, может, 52 килограмма я весила. Может быть, я знаю, что я после родов, вот, когда тебя родила, я сильно похудела, очень. Еще больше, чем была дома. Я весила где-то 49 или 48. Да, весила я меньше, чем была до беременности. И с Гошей то же самое потом. Мы эту аналитику собираем, чтобы потом посмотреть, что со мной будет, насколько это совпадет с маминым миром. Да, я вот Гошу родила, я потом похудела вообще в 45 или 43 килограмма. Ну, ужасно похудела. Вот. Ну, почему-то такого не произошло, когда я родила Сашу. Я родила Сашу и пару лет еще приходила в себя. Да, да, очень сложно было прийти в тот вес, который был до родов. Но я в него все-таки в итоге пришла и держалась в нем практически до 40 лет. Потом все, поплыла. Ты можешь рассказать, что ты не делаешь? Я, да, тоже у меня, сколько мне было, по-моему, 38 лет. У меня выписали вот эти гормональные таблетки. Я их начала пить, и через два года у меня было плюс 15 килограмм. Даже, по-моему, больше. Это вот от моего веса нормального, который я держала после того, как похудела после родов Саши. Я держала его довольно долго, да. И вот к 40 годам из этих... Ой, какая метель. Ой, мамочка. Я вот так вот поправилась буквально за год, за полтора на 15 килограмм. И причем я не ела там, как... Ну, все делала как обычно. Это из этих гормональных. Ну, потому что гормональные, это вообще ужас. Они всю эндокринку сбивают. Вот я тоже рассказывала, что у меня была куча потом проблем с эндокринкой. Послушай, ну мы как будто антирекламу делаем гормональные. Нет. У всех свои показания. Слушай, ну, почему... Вот у нас прям у обеих с тобой такой неприятный опыт с этими таблетками был. Значит, вот так вот у нас организм реагирует. Судьба у нас такая. Да, это правда. Я знаю много девочек, которым, наоборот, помогают гормональные. И там вылечиться, и даже от бесплодия. Хотя вроде как писали, что доказано, что это вообще никак не влияет. Ну, почему-то вот многим назначают пить те же противозачаточные, потом резкая отмена, и вдруг ты беременный. Вот, потому что мне тоже такое предлагали, я рассказывала. Но я отказалась от этого способа. Думаю, само как-то должно получиться, и получилось. Вот, и я рассказала, что у меня и прыщей больше стало. И, ну, правда, я не поправилась, но вот в плане гормонального, конечно, куча у меня была проблем. Поэтому это, ну, как я считаю, это очень такой шаг. Нужно тщательно обдумать, а не так, что врачи. Потому что врачи очень часто назначают гормональные. Потому что они больше ничем что-то не могут вылечить, и это единственный способ. Они так любят. Ой, а давайте мы вам пропишем сейчас вот эти гормональные таблички. Я говорю, нет, спасибо. Еще плюс 15 килограмм, я не буду. Ну, вот, и меня тоже удивило тогда, когда мне сказали, типа, точно все, назначаем, пей противозачаточный. Все у нас готово, шикарный стол. Сейчас мы сделаем чай. Пойдем в кровать, смотреть кино. Так, ребят, мы уже в Москве приехали. Мы только приехали, первым делом, конечно же, что мы делаем, это все несем на свои места, кормим. Такая у меня умывалка от косметики, тоник. Хочу сказать, за эти два дня, это кошмар, за эти выходные я два раза ела вкусные . И вчера на ночь я съела булку, но не до конца. Вот такую я съела, я ее специально порезала на дольки, думала, так меньше съем в итоге. Одну дольку не доела. Короче, трэш. Вот, лекарства с тобой тоже, которые возила. Вивочка, очень рада быть дома. Да, мой котик, да, мой хорошенький. Мы еще гуляли чуть-чуть. Как приятно, когда дома чисто, блин, обожаю. Особенно обожаю приезжать в чистый дом. Кстати, сегодня воскресенье, 12 число получается, и сегодня ровно 19 недель. То есть полных 19 недель. Пошла 20-я неделя. Немножко привела себя в порядок, чтобы приятней была картинка. А, в общем, что хочу вам рассказать сегодня. Днем, как я и сказала, воскресенье, 12 числа, сегодня ровно 19 недель беременности. И сейчас идет уже 20-я неделя, даже не верится. Даже не верится, что уже через неделю, ну, даже раньше, если судить по УЗИ, потому что у нас там малыш побольше по УЗИ, на как раз где-то, может, ну, неделю, дней 5, наверное. Ну, короче, просто даже не верится, что через неделю будет половина беременности. Ну, это если я прям ровно в 40 недель рожу. Ну, честно, я вообще не загоняюсь по этому поводу. Типа, вот когда рожу, тогда я рожу. Когда все начнется, тогда и начнется. Если вдруг не начнется, придется стимулировать, значит, придется стимулировать. Если будут показания кесарева, значит, будет кесарево. Ну, короче, я сейчас вообще не заморачиваюсь по этому поводу, не вижу смысла. Рожать абсолютно не боюсь. И могу даже объяснить, почему. Потому что, да, это, скорее всего, очень больно, мучительно больно, не знаю, не знаю, наверное, очень больно, не знаю, потом обязательно расскажу. Но, блин, это длится всего день, ну, там, сутки, сколько там это у всех по-разному, грубо говоря, ну, типа, да, один тяжелый день, один день вот этих вот болей, страданий, тужица, дышать, схватки и так далее. Вот я думаю, если честно, блин, ну, да, самое там болезненное, по сути, это схватки, потуги должны происходить быстро, ну, как быстро, все равно это не так долго, как схватки. Если схватки ужасно болезненные, эпидуралку мна, ну, типа, сейчас вообще такие технологии, что вообще не это самое. У меня нету, знаете, какого-то пунктика насчет того, что я должна родить как-то идеально, знаете, просто прийти, чихнуть и все, потому что у меня мама примерно так и родила. Она просто чихнула, по сути, и все. Очень у нее были классные легкие роды со мной, с моим братом Сашей, только с Гошей были не очень легкие. Но я думаю, что мы с ней потом снимем тоже видео, про это расскажем, это всегда очень интересно, мне кажется. Я, конечно, настраиваюсь на то, что у меня тоже должно быть все легко, но прекрасно понимаю своей головой, что как будет, так будет. Для меня в родах единственный есть такой вот момент, волнительный, это встреча с ребенком. Мне кажется, это единственное вот такое вот волнение, когда ты нервничаешь, волнуешься из-за того, что вот сегодня тот самый день, когда ты встретишься со своим ребенком. По приложению сейчас малыш выглядит вот так, 25 сантиметров и 300 грамм. Если бы я 100% идеально следила за своим питанием, то вчера на ночь я не сожрела бы булку, но мне хотелось, хотя я не была голодной, мне просто хотелось. Я понимаю, что кто-то скажет, типа, ой, блин, не загоняйся, ты же беременна, я кайфую. Очень сложно принять то, что ты поправляешься. Даже если ты понимаешь то, что не только ты поправляешься, у тебя еще растет грудь, живот, ребенок, все, вот эти воды околоплодные, их же тоже должно быть, наверное, больше становиться. Короче, все вот это растет, увеличивается, тяжелеет, кровь в твоем организме тоже становится ее больше. То есть это не только то, что ты становишься сам по себе жирнее, но видеть то, что на весах прибавляется цифра психологически очень тяжело. Особенно, когда ты всегда такой, типа, ой, я худенький, такой худенький, быть хорошо, мне нравится. И когда у тебя когда-то были какие-то комплексы по поводу того, что там очень большое какое-то толстое лицо, потому что, вы знаете, у меня раньше было прям такое конкретно пухлое лицо. И мне кажется, что я, мне кажется, что я в течение беременности очень смогу стать похожей на себя из прошлого, типа, такое пухлое, кровое лицо. Ну, блин, а что с этим поделать? Ничего не поделаешь. Я уверена, что среди моих подписчиков есть ребята, которые посоветуют мне, возможно, какие-то блюда классные готовить, там, не знаю, что-то на пару надо делать. Короче, прям хочется реально следить за этим. Я думаю о том, что, типа, да, конечно, я беременная, и иногда мне чего-то как сильно захочется, так, ну, типа, хочется съесть. Я стараюсь заменять очень часто какую-то там гадость, еще что-то, фруктом каким-нибудь, например. Ну, просто даже с точки зрения полезности, а не калорийности какой-то. Ну, с другой стороны, я думаю о том, что сила воли, она должна быть. И если уж, типа, я могу бросить курить, и многие люди могут сидеть на диетах, на правильном питании, то есть это же тоже сила воли, там, не знаю, ходить в зал, вставать каждый день супер рано, ну, что-то делать. То есть все это сила воли. И я понимаю, что сейчас просто то, что я сделаю сейчас за эти уже сколько, 5 месяцев, да, оставшихся, потому что сейчас я в начале 5 месяца беременности, мне как раз до начала июля, ну, сами посчитайте, как раз, грубо говоря, 5 месяцев, да. То, что я сделаю за эти 5 месяцев, то, как я буду питаться, сколько я буду ходить гулять, возможно, какие-то упражнения легкие хотя бы делать, которые для беременных хорошо, не знаю, много всего такого, спать, сон, потому что это тоже сила воли и наладить режим, ну, как бы он у меня уже намного лучше, сегодня я встала в 11, легла вообще, кстати, рано достаточно, мне кажется, ну, как, для кого-то это поздно, конечно, ну, я думаю, что час ночи где-то было, может, час-полвторого, может, вот так вот. Это тоже сила воли, я понимаю, что все хорошее, что я сделаю за беременность, очень сильно поможет мне уже после родов и прийти в себя, и, может быть, даже, понятное дело, легче родить. Столько моментов, и я понимаю, что найти в себе силу на вот эти вот все задачи поставленные должно быть очень легко, потому что ты понимаешь, что это не просто, типа, не знаю, сбросить килограммчик, чтобы влезть в какую-то классную кофточку. Это твое здоровье, здоровье твоего ребенка, это легкость в родах, легкость в том, чтобы прийти в форму после родов, в принципе, общее состояние. Ну, короче, столько разных факторов, и я понимаю, что я должна следить за собой, я должна следить за тем, что я ем, за тем, как я сплю, за тем, как часто я хожу, за тем, как много воды я пью. Ну, короче, все, это просто взрыв мозга, потому что когда ты особо ни за чем таким не следил, это вот я про себя говорю, потому что у меня не было никаких таких моментов раньше, вы знаете. Воду я вообще не люблю пить, спать у меня режим всегда отвратительный, вредные привычки были, как бы, да, никто не заморачивался о том, чтобы бросить вредные привычки, потому что, ну, а с чего бы, мне все нравится. Питание тоже, что хочу, ем, ничего, как бы, не задерживается, классно и так выглядим. А нелегкая задача, мне запросим. Нелегкая только в том плане, что за всем этим нужно следить, контролировать себя и не забывать ради чего. Плюс ко всему еще нужно следить за тем, чтобы не горбиться, чтобы ходить ровно. Я говорю маме, вот она мне опять постоянно говорит, то, что хватит, то, что ты горбатишься, я говорю, и как я могу это контролировать? Вот как? Объясни мне. Я стою, мне тяжело в какой-то момент, я просто это делаю бессознательно, просто, ну, стою криво. Она говорит, если ты чувствуешь, что ты устала, прям ложись, лежи, потому что иначе будешь ходить крючком. Я не знаю, девчонки, посоветуйте в комментариях что-то есть, что-то, не знаю, может, с какой-то палкой ходить, но это тоже закачаешься. Я не всегда могу выпрямить спину, потому что мне иногда в животе тянет. У меня почему-то ночью огромное количество сил, энергии и у ребенка тоже. Мы уже ржем с того, что у нас там малыш точно такой же, как и мы. Потому что днем, утром он спит, редко так, чтобы он прям сильно как-то активничал. Хоть сегодня в машине, правда, мы ехали, активничал малыш. Но в основном активности начинают у нас там типа с 8, с 7 вечера и до 4, до 5. Ну, короче, угар. Сегодня по плану у меня все монтировать, обрабатывать фоточки, которые я выставлю, и мы со Славой выставим, и я выставлю там в других соцсетях. С тем, что мы беременны. Сейчас мы решаем, когда все это выйдет, 14 февраля, либо 15 февраля. Хочется 14, потому что классный такой инфоповод. Но, честно, мы не собирались 14. Мы вообще думали, может, там 12-13, но потом подумали, что лучше попозже чуть-чуть. И кто-то написал типа, ой, наверное, 14 что-то объявят. Я подумала, блин, а прикольно, почему бы и нет. Конечно, из-за того, что мы так готовимся к этой новости, мы знаем, что все ее ждут. Потому что тогда, когда по пабликам летала фотка, что я, типа, беременна. Конечно, я уже была беременна, но это я уже, по-моему, рассказывала где-то. Это было месяца два, наверное, беременности. У меня такого живота абсолютно не было. Это просто, я говорю, какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то. Потому что я вам говорю, если вот так вот ты как-то стоишь, то, мне кажется, даже у небеременного человека будет большой живот. Вот так вот стоишь, объемная футболка, все, короче, вот так вот скрюченный. Плюс какой-то ракурс. Ну, короче, мне писали даже с журналов всяких. Там какие-то большие странички с галочками, там с миллионами подписчиков писали, уточняли, типа, правда, неправда. А проверните, либо подтвердите. Я думала, а сейчас, что еще мне сделать? Короче, конечно, мы к этому готовимся, потому что эту новость ждут все. Так что такие дела. Я не знаю, прощаться с вами или нет, потому что у меня сегодня еще есть всякие какие-то домашние дела, которые можно было бы сделать вместе с вами. Но, с другой стороны, не факт, что я их буду прямо сегодня делать. Кстати, завтра у меня поход к врачу, просто в женскую консультацию на прием. Меня померяют снова вес. Там, правда, меня взвешивают в одежде, поэтому, как бы, я не слежу за тем, что там мне говорят. Там всегда больше. Ну, типа, я прихожу вообще в объемных таких костюмах тяжелых. Поэтому надеюсь, что завтра, когда я приду взвешиваться, не будет такого, что они такие, типа, с прошлого раза на 5 килограмм. Ну, нет, на самом деле, конечно, такого не будет. Просто в прошлый раз, когда я пришла, я прихожу где-то раз в 3 недели, наверное, ну, может, 2. Потому что постоянно я сдаю анализ мочи, потом прихожу буквально там на следующий день, ну, по записи уже к врачу на прием в женской консультации. И мы смотрим там анализы, просто общаемся, рассказываю, как у меня дела. Что-то взвешиваем меня, смотрим, значит, матка как выросла. Я ложусь, мне меряют живот, смотрят, где там чего. Потому что в прошлый раз у меня уже до пупка доросла матка. Я не думаю, что она за эти 2 недели прям сильно куда-то выросла. Хотя твердость выше становится. Потому что раньше у меня было прям твердое совсем внизу-внизу. Я прям помню, что я почувствовала, что, ох, ты ничего себе, я прям так удивилась, потому что у меня всегда такой живот был, ну, все, такое мягкое, как бы, в том плане, что не жир, а просто, ну, мягенькое. А живот там начинает твердеть, потому что все, там уже малыш растет, матка, все. И я помню, что у меня сначала внизу живота, прям в самом низу, было такое, знаете, как будто бы такая тоненькая полосочка. И она как бы тверденькая, прям как будто бы выпирала немножко именно вот даже гладишь, и было ощущение твердости. Вот, потом оно становилось все больше и больше и больше, и сейчас уже доросло до пупка. Вот, по крайней мере, в прошлый раз. Не знаю, сейчас, как придут, что скажут, но они замеряют, там смотрят. Так что любопытно. В прошлый раз, когда я к ним приходила, я взвешивалась, они сказали то, что, ой, что-то вообще, типа, не набрала. 300 грамм всего лишь, что-то изменение с прошлого раза. Но, честно, я не смотрю на их измерения, потому что, может, я пришла в одежде, которая полегче, чем в прошлый раз была. Потому что я говорю, что они взвешивают в одежде, а я до дома взвешиваюсь, ну, голеньким. У меня просто есть примеры перед глазами. Вот, не знаю, Ханна, например, я думаю, вы знаете точно, она так идеально выглядела в беременность. Это просто шок. И у меня желание, конечно, мое искреннее желание набрать за беременность, там, 11, 12, 13 килограмм. Ну, типа, не сильно больше. Потому что мне как раз врач сказал, что 11-14 мне норм по моему индексу, там, веса, роста. Мне нормально столько набрать. Но, типа, сильно, ну, как бы к 14 стремиться не надо. Уже сейчас, если я вешу даже 5 килограмм, а впереди еще половина беременности где-то больше всего набираешь, то стопудово мне не видать никаких 11. Потому что я понимаю, что вот ребенок и все, что с ним связано, это где-то килограмм 9, наверное, 8-9. И да, это само по себе быстро сойдет, уйдет, отеки и так далее. Но остальное это мое. Я просто сейчас понимаю, что как только я рожу, месяц точно, если не больше, да, нельзя никаких физических активностей. Ни в коем случае, если кормишь грудью, это не какие-то там жесткие диеты, потому что нужно нормально питаться, ты же кормишь ребенка. Ну и просто твой организм, твое тело должно прийти в себя. Ну типа это не такой вариант, что ты родил и все, сразу сидишь на жесткой диете, ничего не жрешь, ходишь в спортзал, типа не нужно организму прийти в себя, восстановиться. Плюс ко всему куча разных запретов какое-то время. Короче, трэш, я понимаю, что чем меньше я буду весить и пойду в роды, тем круче я выйду с роддома. Самое главное, что практически сразу, наверное, там будут сходить все отеки и выйду из роддома я точно, наверное, не вот с таким носом, потому что я смотрю на всех беременных и я удивляюсь, когда я не вижу у кого-то неотекшее лицо, честно. Я не понимаю, как такое возможно? В общем, ладно, буду с вами прощаться. Сегодня у меня куча всего на монтаж, обрабатывать фотки, отдыхать, пораньше ложиться спать. Так что спасибо большое, что смотрели этот влог, надеюсь, что он вам понравился. Я стараюсь много для вас классного снимать, чтобы вы не скучали, чтобы всегда было чем вас порадовать. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока!